Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, мы с вами дадим свои ваши комментарии. Если считаете, что такие видео у меня полезны на канале, ставьте лайк, подписывайтесь, давайте приступим. Галина, здравствуйте! Мне очень хотелось бы, чтобы моя история попала в ваш эфир. И заранее прошу прощения за длинное письмо, но многие моменты, мне кажется, в нем действительно значимыми. Мне 36 лет, живу в Казахстане, замужем никогда не была, детей нет. Не могу сказать, что были такие цели, возможно, это кто-то увидит, но в действительности не все женщины хотят семью, однако, скорее всего, их меньшинство. Я была занята карьерой, работаю журналистом, люблю путешествовать, очень давно нравится Турция. Подписана на вас уже лет 5 и видела практически все ролики на разные темы об этой стране. В августе 21 года я потеряла близкого коллегу, с которым многое связывала по работе. Он умер от ковида. Стресс, депрессия, слезы, апатия. Так прошло больше месяца. От пережитого у меня начались проблемы со здоровьем, и я поняла, что если никуда не уеду, в отпуск и не сменю обстановку, то сама умру от накопившихся негативных эмоций, хотя ничего изменить, по сути, это я не в состоянии. В итоге в сентябре я быстро приобрела тур в Турцию и улетела на отдых отвлечься. В этой стране я была не один раз. Случались знакомства, конечно, курортные романы даже были. Но кто-то из них меня просто забавляло, кто-то надолго западал в душу, но ни во что-то серьезное это никогда не переходило. Да и не знаю, нужно ли мне вообще тогда это было. Отношения на расстоянии, я не верю. В этот раз во второй половине своего отпуска я поехала на экскурсию на прогулочной яхте. Для этого нужно было добраться из поселка Курж-Далар в Аланию. Из отеля меня забрал работник экскурсионного агентства на открытом сафари-джипе. Были в группе еще и другие туристы, но пока мы добирались до Алании, погода резко изменилась, пошел дождь, стало достаточно прохладно. А организаторами было принято решение, что яхтой в море отправиться не может, это опасно. И всех туристов, купивших эту экскурсию после возврата им денег, повезут обратно по отелям. В открытом джипе ехать было некомфортно, ветрено, от дождя у меня промокло платье, но мы сели по машинам и приготовились возвращаться обратно. В этот момент ко мне подошли двое работников этого агентства, один из них подал мне руку, чтобы я вышла и сказала, что я смогу поехать обратно, более комфортно, в закрытой хорошей и новой машине. Я не знала, я не стала отказываться, но детали не уточняла с кем и как, хотелось бы скорее просто добраться в свой отель и все. Поскольку туристов к яхте подвозили еще несколько единиц транспорта этого агентства, я подумала, что это просто другая машина, в которой уже будет более комфортно ехать. Ну бывает, турки иногда делают добро, почему бы и нет. Позже выяснилось, что меня посадили в машину босса этого экскурсионного агентства. Сделать это он попросил своих помощников, когда увидел меня на яхте, и все джипы принадлежали ему тогда. Шеф красавчик, смотри какая у него машина, сказал мне зачем-то один из его товарищей и коллег в этот момент. И когда сам владелец сел в машину, я увидела очень симпатичного, подтянутого, интересного, стильного, одетого молодого мужчину, ну прям типичный турок. На русском он говорил не слишком хорошо, но основное было понятно. Чуть позже изъяснялся на английском. Деньги за экскурсию он вернул мне лично и сказал, что сам отвезет обратно в поселок, до которого из Алании было около часа езды. Надо сказать, за эти две экскурсии я познакомилась почти со всеми работниками этого агентства. Все ребята веселые, позитивные. Несколько из них проявляли интерес, подсказывали что-то, просили инстаграм. Я кое-то видел, что я оказалась у его босса в машине и даже расстроился. Это было видно. В Алании перед отъездом в мой отель этот мужчина предложил мне поужинать в ресторане, поскольку ужин в отеле у меня пропал, а на ехте поесть тоже не получилось. Я ответил, что мне нужно переодеться, так мое платье промокло под дождем. Тогда он сказал, что повезет меня переодеваться, а затем мы вернемся в Алании ужинать, потом отправимся гулять. После этого он обещал снова вернуть меня в отель. Я посчитала, что время уже будет достаточно позднее, да и совершить столько движений ради ужина, прогулки мне показалось странно. Конечно, возникли мысли, что планы у него на меня несколько другие, чем просто ужин и прогулка. Всю дорогу мы разговаривали, он спрашивал обо мне, рассказывал про себя. По его слову, ему 38 лет, в Алании у него не только несколько экскурсионный бизнес, но еще и работа, апарт-отель и кафе у него есть. По пути он даже показал мне зачем-то какой-то свой документ, вроде прав, чтобы я могла прочитать имя, фамилию, посмотреть его возраст. На вопрос, женат ли он, он сказал, что жена у него была, но они уже давно не вместе, якобы она живет в Стамбуле, у них есть две дочери. Он подвез меня к отелю, сообщил, что подождет, затем неожиданно поцеловал, хотя я считаю, что лучше, если женщина спрашивает разрешение на это нужно. Пока я шла до номера, я была уверена, что больше не выйду к нему и на это наше случайное знакомство закончится. Но зайдя в комнату, я словно на автомате начала думать, что надеть. В итоге за полчаса я собралась, поняв, что он мне нравится. Но если бы до конца быть честной, мне хотелось приключений на самом деле, а не сидеть одной в отдаленном поселке, когда в отеле каждый день одно и то же. До поздней ночи мы гуляли, ужинали в его кафе. Сначала я усомнилась в том, что заведение принадлежит ему, но работники называли его шефом, а за ужином он ничего никому не платил. Он показывал красивые места Алании, потрясающие виды, разговаривали о многом. Хотя я могу сказать, что общение для вас очень легко, но по крайней мере без переводчика 40% его русского и 30% моего английского были мне в помощь. Ему просто звонили по телефону. Он заезжал по делам в какие-то офисы, предлагал мне зайти туда, чтобы не сидеть в машине, но я отказалась. Затем уже ночью мы подъехали в каком-то здании, он сказал, что это его отель и мы можем остаться здесь. Естественно, я сильно разозлилась, так как меня обещали доставить общита обратно. Я резко быстро вышла из машины, спросив его, проходит же, где найти такси. Отправилась его искать. Он поехал за мной по улице, что-то говорил, затем выскочил, догнал и начал убеждать, что я неправильно поняла его предложение, что он обязательно отвезет меня обратно. Ну разве можно было его понять как-то по-другому? Всю дорогу в машине мы почти не разговаривали. Я даже предложила оплатить за себя ужин или бензин, чтобы он потратился со мной в разъездах, если считать, что я ему что-то должна. На это словно обидишься, он ответил, я предприниматель и не нуждаюсь в бензине. А когда я была уже в отеле, он отправил мне смс с текстом, надеясь, ты всем довольна. Восклицательный знак. Через два дня я должна была уехать, но на конец отпуска у меня была запланирована фотосессия в Алании. Он знал об этом и писал весь день, что хочет увидеть меня вечером после нее, когда я буду свободным. Я сомневалась, стоит ли с ним встречаться из-за напористости его. Ну и времени, чтобы принимать решение, оставалось совсем мало. Он постоянно спрашивал, где я, что делаю, освободилась ли я, может ли он приехать ко мне. В итоге я уехала в свой поселок на такси, решив больше не встречаться с ним. По пути обратно он звонил мне и спросил, чтобы я вышла из такси, что он приедет туда, где я нахожусь и заберет меня. Так получилось, что в своем поселке таксист заблудился и не смог мне найти мой отель. Но так как водитель такси не говорит на русском, мне пришлось позвонить ему и попросить, чтобы он на турецком объяснил таксисту правильный маршрут. Получается, что он мне опять помог. Затем в телефоном разговаривал и сказал, что ездит увидеться со мной. И в итоге встреча состоялась. После нее мы тепло пообщались, следующим вечером я улетела. Но даже в этот день, когда я вылетала из своего отеля, он предлагал встретиться еще раз. Правда, времени у меня уж не было. Еще на встрече он сказал, что будет писать мне по WhatsApp, когда я вернусь домой. Спросил, могу ли я приехать зимой в Стамбул, так как по завершению сезона в Алании он отправится туда. Там все родственники, родители. Я ответила, что нет. Могу позволить себе такие частые отпуски, хоть я давно мечтала увидеть этот город. Тогда он предложил купить мне билеты. Уточнял, из какого города моей страны есть рейсы в Стамбул. Якобы от меня требуется только найти для этого времени. Я ничего на это не ответила. Действительно, после того, как я уехала, он писал и звонил по видео почти каждый день, но почему-то только вечером или поздно ночью. Такое ощущение, что он делал это, когда ему удобно. Утром и днем в сети он почти никогда не появлялся. Возможно, приезжал в Аланию откуда-то только к вечеру. Прекрасно понимаю, что он часто пересекается и общается с туристками по работе и не только. К тому же у него работают женщины из разных стран гидами для иностранных туристов. Удивило, что в Инстаграме и Ватсапе у него почему-то другое имя, русское. Хотя подписок на женщин и лайков совсем немного, около 10. На вопрос про имя он ответил, что в сети это просто шуточное прозвище. Фигня какая-то, это не просто так. На меня в Инстаграме он не подписался, хотя видел и заходил на аккаунт. Обычно только сразу добавляют, что тоже молодец, что подметили то, что что-то нечистое. Но самое главное, что меня не оставляет в покое эта интуиция, которая подсказывает мне, что он женат. По работе я имею опыт общения с людьми, интервью и обычно чувствую моменты, когда человек что-то недоговаривает. Но здесь разница менталитетов, отсутствие общего языка, водят меня в заблуждение. Я здесь остановлюсь, не водят, вы молодец, правильно все думаете. Ваша интуиция вам верно подсказывает, но ваше сознание хочет поверить в какую-то сказку, возможно что-то приятное. И говорит вам, ну смотри, разный менталитет, ой смотри, немножко другая культура. Но нет, вряд ли такой обаятельный, предприимчивый и финансово успешный мужчина окажется свободным. К слову, в WhatsApp еще раз я задавала ему вопросы в семейном положении, на что он мне ответил. Не имеет значения, женат я или нет, чтобы как бы подтвердила мои догадки тогда. Но я хочу знать, это точно. Я не имею на него никаких планов, все случилось по стечению обстоятельств и воле случая. Но и не могу я сказать, что мне было неприятно его внимание. Иллюзий я никаких не строю, я не ребенок. Да и он наверняка в силу дозволенности просто желает в очередной раз поразвлечься. Вопрос один. В переписке он по-прежнему предлагает оплатить билеты в Стамбул из Казахстана. Стоит лишь соглашаться и как выяснить, женат ли он. Я не планирую общение на расстоянии, но если бы жила в Турции, то попробовала бы построить что-то свободным туркам. Очень бы хотелось посетить город, однако боюсь влюбиться в этого мужчину, если будет с ним еще несколько встреч. Так как я пойму себя, поймаю себя на мысли, что думаю о нем уже чаще, чем предполагала ранее. Ответ простой, сейчас я вам его дам. Два вопроса. Досоглашаться ли на поездку, как понять, женат или нет. Девчонки, пишите в комментариях под видео, как понять, женат он или нет. Есть Едовлет. Это такой сайт электронный. Там все наши типа русские госуслуги. Я думаю, в Казахстане тоже что-то такое есть. Это сейчас во всем мире, во всех странах есть. И там он может, по сути, сделать, скажем, фотографию, скрин экрана или сфотографировать на телефон. Там именно самый настоящий честный статус семейных отношений на этом электронном сайте госуслуг турецких. Его семейное положение, свободен он или нет. Раньше, еще до недавнего времени, можно было посмотреть в паспорте. Вот вы сказали, водительская типа, достоверение показывал. Пластиковая карточка голубого цвета. Это и есть турецкий паспорт, здесь внутренний Кемликово. Но после свадьбы не все меняют. Поэтому надпись не всегда меняется. Здесь штраф минимальный, вообще копеечный, если он вообще есть, за то, что ты там не поменял документы свои после развода. Ну, точнее, не поменял вот эту графу про женат-неженат. То есть очень многие, кто развелся, не меняли паспорт, фамилию, например, менять не надо. Они так с ним уходят, до этого не дошли, просто руки. Там написано, что он женат, он может быть неженат. Или, например, он на самом деле женился, а потом долго паспорт не менял по каким-то, он тоже ходил, забывал. Мужчины часто, женщины фамилию мужа берут, им надо менять, потому что фамилия меняется. А мужчин-то с этим проще, им не обязательно менять. Соответственно, забыл, забегался, вся вот эта история. И там в паспорте написано, что он не женат, а он женат уже давно. Так вот, самая достоверная информация на этом сайте турецком госуслуг, там по факту, что есть на данный момент, попросите его, если вам так хочется знать, чтобы он оттуда сделал вам распечатку, либо сфотографировал вот эту графу, женат или нет. Я думаю, что, возможно, женат, поэтому у него такие ответы аморфные, непонятные, обтекаемые, важно, не важно, желат я не женат, бла-бла-бла-бла, вот это вся история. Вот вы вправе транслировать, заявлять в своих желаниях, что я хочу конкретно знать, давай мне, дружок, рассказывай. Вы вправе задавать такие вопросы человеку, он должен на них отвечать, если хочет вас расположить к себе и завоевать ваше доверие. Здесь уже ничего страшного, если вы прям спросите и скажете, ну-ка, дай мне распечатку, после этого покупай билеты, я еду в Стамбул. То есть эту распечатку, условно, вот эту фотографию в электронном виде с сайта, вы должны попросить сразу, чтобы понять для себя, на расстоянии находясь. Не идите на уговор, а вот приедешь, я тебе сам открою в телефоне, покажу, зачем ехать, зачем тратить время, эмоции, покажи сейчас, это все решит. Значит, человек что-то скрывает, значит, он ищет, оттягивает время, значит, он хочет видеть в вас глаза в глаза в этот момент, когда покажет вам правду, чтобы вы не смогли от него убежать, приболтать вас и тому подобное. Соответственно, да, я считаю, можно заранее это спросить, для вас это будет показать, продолжить общение или нет, опасно с ним или нет. По самому поездку я бы вот, исход событий, разрешила бы себе, например, поехать, только если он докажет конкретно на деле, что он не женат. Мне так будет, может, ваш запрос на отношение, что я готова построить, я готова там куда-то переезжать. Хотя даже не заинтересована раньше была в браке, но мне он приятен, его внимание, но если он докажет, что он не женат, вот докажет, что он не женат, спокойно едьте, пусть покупает прекрасный вам билет, едьте в Стамбул, проведите прекрасное время, отдохните, пожалуйста, можно продолжать. Главная задача, пусть докажет, что он не женат. Мой совет, моя рекомендация только такая на данный момент, пока что другой нет. Как вы считаете, девочки, как нужно поступить, напишите, пожалуйста, в комментариях, дайте правильный совет девушке, автору письма, я думаю, что она приедет правильное решение, потом нас посвятит, уже посвятит, скажем так, посвятит мне это слово, посвятит нас в ход, в результат, что произошло, что она узнала, будет очень интересно узнать продолжение вашей истории, честно сговорю. У меня интуиция, что, скорее всего, женат, поэтому он так обтекаемо, как вот по лисе, вот так вот себя ведет, конкретно ничего не говорит, красиво пытается ухаживать, посмотрим, к чему это выведет. Я считаю, что вы в полном праве спросить и поинтересоваться о том, что вас интересует и беспокоит. Пишите ваши комментарии под видео, если вам нужна моя консультация психолога, то всегда под видео в инфобоксе, моя почта электронная, напишите туда письмо с темой текст. Тема письма, консультация или присылайте ваши анонимные истории для такого разбора видео с темой письма, история от анонима. Спасибо всем за внимание, всем пока.